Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и давайте быстренько обсудим новый батл пасс месяца. Июньский батл пасс, который принесет вам Ионикса. Хорошо это или плохо? Мне, честно говоря, не сильно нравится. Я очень сильно раздосадован тем, что именно эту машину положили разработчики как главную награду из тачек в данном батл пассе. Ну просто потому, что, ребят, это Шкода. Шкода, ребят. И что самое неприятное, что Шкода, ребят, у нас уже была. И хотелось бы, чтобы разработчики не по два, не по три раза одну и ту же машину просто визуально изменяли и перерисовывали. Ну вот вам, пожалуйста, Спарк, тот же самый Ионикс в своем там каком-то, пускай даже прикольном, интересном, классном внешнем виде. Здесь особо не поспоришь. Симпатично нарисовали машину, да, то есть со всеми вот этими переливайками, сзади с вот этим вот фонтанчиком или что это такое. Ну есть в этом что-то. Не спорю. Действительно, красиво переливаются цвета, лазер даже зеленый есть. Но все-таки, ну почему второй раз одна и та же машина поддается перерисовке? Почему эта история повторяется в принципе? Я, честно говоря, не понимаю. Меня больше всего еще расстраивает то, что данная машина, она технически изменена, но я бы не сказал, что она изменена в какую-то лучшую сторону. Я сейчас посмотрел технические характеристики в сравнении с другими машинами, обратил внимание, что, допустим, тот же самый Спарк, он был круче, потому что у него на его шестом уровне ДПМ был на 100 больше. Здесь же ДПМ меньше. При этом у него количество выстрелов в минуту, понятное дело, меньше, потому что больше перезарядка. Но куда уже больше с картонностью Шкоды Т25. Целых практически 15 секунд. Окей, хорошо, 14 с половиной. Неужели то, что необходимо было улучшать в Т25, чтобы заинтересовать игроков, это была его, ну, мобильность, да? Ну вот что здесь? Скорость поворота шасси улучшили. Дальше что? Станет намного лучше? Нет, друзья мои, не думаю. Что касается скорости, я не думаю, что разницу мы по-собую почувствуем. А что касается сведения, то здесь типа все гораздо круче. Но, по-моему, у Шкоды Т25 проблема далеко не в сведении. Проблема в картонности, в отсутствии брони во лбу башни, что не позволяет башни отыгрывать. И вот если бы здесь брони, допустим, добавили и оставили те же самые ТТХ, ну, я бы понял, вопросов нет. А так, честно говоря, я в легком недоумении. Так или иначе, почему я считаю, что батл пасс хорошая затея и интересная идея? Потому что вы, проходя данный батл пасс, получаете огромное, огромное количество плюшек. И несмотря на то, что особый пропуск немножечко подорожал, все равно это является выгодным. Потому что то количество голды, серебра, свободного опыта, камуфляжей, Х5 и всего остального, что вы отсюда забираете, а в частности, друзья мои, киткоины, которые в этом конкретно месяце и в двух последующих будут очень сильно важны, то в целом это очень выгодная идея. Это не я вас не агитирую, я просто любитель батл пассов и понимаю их финансовую рентабельность. Что же касается того, что вы можете получить за киткоины, то в своем видео по поводу ретро топе я уже все вроде бы объяснил. Вы будете получать себе машины, дальше будете их развивать, ну и когда вы будете доходить до максимальных 100% развития определенной машины, будете переходить на следующую, чтобы уже собирать на нее. Что касается того же самого магнейта, то вам необходимо, если я не ошибаюсь, 3000 там с чем-то киткоина. У меня уже он просто открыт, но оценник, честно говоря, я подзабыл. Вот так вот получается, что батл пасс этого месяца поможет вам забрать не две коллекционных машины, как это обычно было, а именно четверку и шестерку, а вы еще из-за киткоины, получаемые здесь, заберете себе танчик седьмого левела. По-моему, идея довольно неплохая. Да, пускай немножко опростоволосили с разработчиками, с генеральной машиной в данном батл пассе, но уж точно хорошо компенсировали возможностью получить киткоины и забрать себе дополнительную тачку. По-моему, так даже круче. Ну а вы пишите в своих комментариях, что вы думаете на эту тему. Если вдруг вам нужен клан, и вы еще нигде не состоите, обязательно отправляйте заявку в мой, найдите вот GSN, присылайте заявочку, я отреагирую. Ну а еще, друзья мои, обязательно подписывайтесь на канал, потому что с завтрашнего дня стартует новый розыгрыш, по результатам которого один из вас может получить на выбор премиумную машину. Все подробности будут завтра в отдельном видео, всех жду на канале. Ну а для того, чтобы их не пропускать, жмите на колокольчик. И обязательно заходите на мой дискорд сервер, регистрируйтесь. На этом дискорд сервере вы можете пообщаться с ребятами, которые разделяют вашу любовь к танкам, посмотреть новости в игре, вне зависимости от того, на каком сервере вы играете. Есть отдельный раздел для тех, кто любит участвовать в моих розыгрышах, а именно новости канала, где публикуется информация о вышедших видео, чтобы их не пропускать. Всех жду в гости, подписываемся, лайкуем и до встречи на новых видео. Ну а на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok